У них нет на нас уже? Здорово. Десятки юношей и девушек, студенты пензенских вузов, поддержали акцию, инициированную волонтёрами, медиками и местными активистами Общероссийского народного фронта. Они разместили в соцсетях приглашение на донорскую акцию, и на него сразу откликнулось много молодых людей. Для Артёма Нефёдова этот визит в Центр Крови юбилейный, десятый. До пандемии приходишь, там постоянные очереди огромные, а во время пандемии приходишь, человек 15 от силы сидит. То есть и снижился поток доноров, и плюс потребности в крови также выросли. Особенно рады в медучреждении донорам, перенесшим COVID-19, у которых уже выработались антитела к опасной инфекции. Переливание их крови больным с коронавирусом – один из самых эффективных методов лечения. Однако не все знают, что могут спасти чью-то жизнь в период пандемии. Многие даже не знают, что они переболели. Но если у них есть определённый уровень антитела, значит, они перенесли, возможно, без симптомной формы, и эта плазма востребована. Мы берём на инактивацию, замораживаем и передаём в лечебный учреждение. Каждый день выдаётся порядка 30-50 доз, значит, она помогает людям, и мы её делаем. В среднем за месяц в Пензенском центре заготавливается около 600 доз антиковидной плазмы. Кстати, наш регион – один из первых, где освоили этот метод лечения пациентов в красных зонах. Однако и потребность в обычной крови весьма велика. Я думаю, донорство – это одно из тех дел, которое поможет вам самим почувствовать, что вы совершили что-то действительно невероятное, спасли чью-то жизнь посредством того, что просто пришли, потратили, может быть, час своего времени, и кто-то в мире выжил благодаря вам. Мне кажется, это хорошее чувство. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!